Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блок Дальневосточника. Как вы знаете, бродячие собаки давно стали бичом наших городов. Они нападают на мужчин, женщин, детей, кошек. И в конце 2021 года я делал видео, которое набрало огромное количество просмотров на моем канале и вызвало дебаты. Так, в Якутске собаки напали на женщину и она погибла. Но всего за несколько дней нового 2022 года есть огромное количество случаев нападения собак на людей. И дело уже не в маленьком городе Якутске, который в принципе небольшой по отношению к населению всей России. Дело во всей России. Я сам мониторю новости, политики, экономики и мне постоянно попадается, что собаки нападают на людей. Итак, сегодня будем читать новости за 2022 год. Он только наступил, а уже куча таких случаев. Например, бродячая собака покусала ребенка возле подъезда в Инкадинском районе Читы. Далее цитата общественника. Вчера моя дочь и ее подруга ходили в магазин, а когда возвращались домой, у входа в подъезд стояла собака. Она подбежала, стала лаять и ухватилась за левую руку подруги моей дочери. Потом бросилась ребенку на спину, начала трепать за буховик. Дочь стала кричать и отгонять ее. Девочки забежали в подъезд. У ребенка была неглубокая рана, шла кровь. Мы обработали рану. Позвонили родителям. Они с дочкой поехали в травмпункт, рассказал общественник города Читы. Он уточнил, что эта собака нападала уже ранее на его собственную дочь. В один из дней в декабре ребенок пришел, рассказал, что собака напала. Это была знакомая нам собака, мы видели ее раньше, агрессию она не проявляла. А здесь напала. Мы написали заявление в тот же день, его приняли. Но никто этим не занимался еще. Пес на месте он лает и агрессирует, но не нападает, не цепляется. Пояснил мужчина. В комментариях ответил сити-менеджер. Сити-менеджер это что-то типа мэра города Читы Александр Сапожников. Он попросил точный адрес произошедшего. Смотрим вторую новость уже из города Ижевска. Следственный комитет проверит информацию о нападении бездомных собак на детей под Ижевском. На это жалуются местные жители. В Завоявовском районе следователи проводят проверку информации о нескольких случаях нападения стаи бездомных собак на детей, опубликованных в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Удмуртии. В рамках доследственной проверки выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, заявили в Следственном комитете. Сегодня утром в одном из популярных городских сообществ ВКонтакте злой ижевчанин появился пост деревни Шибардино с просьбой о помощи. Третья новость уже из Подмосковья. Собака, которую накануне заметили на улицах подмосковного города Равенское, напала на вышедшего из подъезда ребенка, а также насмерть загрызла йогширского терьера. Так понимаю, это домашняя собака, йогширский терьер, на него напала броящая собака и загрызла. Об этом телеканал 360 рассказала мать ребенка и хозяйка убитого питомца Екатерина. Женщина рассказала, что пес напал на ее сына, выгулившего Йорка, и загрыз собачку. Ребенок вышел на улицу из подъезда и есть видеосъемка, и видно, как собака от второго подъезда занесется на них. То есть ребенок поднимает собаку на руки, и пес выдирает собаку из рук, сказала Екатерина. Хозяйка терьера, который погиб, добавила, что есть свидетели произошедшего. Жильцы и жители поделились этой информацией в чатах. Ну вот, друзья, видите, всего лишь 22-й год, всего лишь начало года, каникулы у детей, отпуск у работников, да, но уже при этом три таких случая. И это только то, что мне попалось на глаза, потому что я специально не гуглил, я просто читаю новости, смотрю, что происходит в мире. Я же часто делал обзор каких-то новостей, там, по Казахстану, по России и так далее, международных, даже вот сегодня вышел про НАТО. И мне постоянно это попадается, и люди постоянно комментируют, и огромное количество не очень адекватных людей, так называемого зоошиза, постоянно говорит, что дети провоцируют собак. На самом деле, большинству детей, а людей взрослых в том числе особенно, просто плевать на собаку, у нас всех куча своих забот, там, работа, учеба, какие-то игры и так далее. И поэтому очень часто аргументы о том, что кого-то такого спровоцировало несостоятельны. Ну что ж, друзья, вот такие вот новости, они не очень приятные, к сожалению. После Якутска я надеюсь, что будет какой-то закон о том, что можно как-то урегулировать количество агрессивных водячих собак в городе. Будьте очень аккуратны, берегите себя, берегите своих детей. Постарайтесь, если у вас есть водячие собаки в районе, как-то этот вопрос решить. Конечно, не буду говорить как, не буду говорить там, чем и как кого кормить, но вопрос нужно решить, потому что или вопрос будет решаться, или дети будут страдать ваши. Я бы вот не хотел, чтобы мой ребенок, или я сам, или моя там супруга, моя девушка подверглась нападению собак, даже если это будет просто нападение без физического контакта. Это травма для детей, может быть травма на всю жизнь, потом ребенок будет каким-то не очень, может быть, развитым после такого. Если маленький ребенок, он может начать и что-то не так делать. То есть я не психиатр, не психолог, не знаю, но я понимаю, что любой стресс, это не очень приятно. Ну а по большому счету, как говорится, 7 бед, 1 ответ. Если вам не нравятся действия местных властей, то во многих странах Европы к собакам относятся, конечно, более ответственно, но тем не менее, в случае, если собака на кого-то нападает, то она уничтожается. Ну что, друзья, еще раз подчеркну, берегите себя. С вами был Глок Дальний Восточник, а до скорых встреч, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok